Еще раз привет, извиняюсь. Это Microsoft Essentials IT. Она разрешает мне писать только коротенькие ролики, ну, с экрана. Поднял чуть-чуть качество, посмотрим как будет. Что-то качество первой части мне не очень понравилось. Конечно, ничего не видно. Я, наверное, сделаю потом экран еще меньше, чтобы буквы было получше видно. В общем, я говорил, что Smart Dimension не работает почему-то найти два круга, потому что они привязаны к дальнейшим, видать, конструкциям. А вот это работает. Если нажмем Smart Dimension и кликнем сюда, то выскакивает вот такое окно. Можно, значит, поменять этот размер. Допустим, не 12, сделаем, а 15, и наша вся тяга вытягивается полностью. Нажимаем птичку, и все это дело меняется. И можно или Enter, или вот этот карандашик справа нажать, и все это дело восстановится. Видите, какая длинная получилась тяга. Ну, и также, как я говорил, вот здесь, кроме вот этих двух вытяжек, третья еще... А, нет, подождите. Так, первая вытяжка цилиндры, вторая тело, третья тонкие стенки. И вот эта вот вытяжка написана Move Face, то есть сдвинуть лицевую поверхность. Показано на цилиндр. Вот видите, цилиндр был откалиброван вот этим действием. Да, значит, вот здесь стоит пол дюйма, можно это увеличивать. Вот, я не знаю... А, ну, значит, смещается лицевая поверхность внутренняя, и этим уменьшается, значит, цилиндр, отверстие внутреннее. Значит, мы, допустим, сдвинем ее на дюйм, и, значит, включим птичку. Все поменялось, и, значит, все нормально. Ну, а здесь вот у нас показан радиус, этот филет, филет второй. Филет, это как раз радиус, то есть переход с одной лицевой поверхности на другую. Первая, вторая, третья, вот эти маленькие какие-то, а там внутри, значит, первая, вторая, третья, четвертая. Потом вот две зенковочки. И, опять же, все это можно менять. Вот, правой кнопочкой, допустим, зенковки нам надо увеличить. Вот она, вот она, тут загорелась такая стрелочка, ее можно потянуть, наверное. Давайте лучше уйдем отсюда. Просто нажмем на нее правой кнопочкой. А, вот же, вот здесь вот, чем тянуть ее за хвостик, вот здесь можно написать, наверное, двадцать вместо сто тысячных, двести тысячных. И зенковка, а, это наружная зенковка, вот такая у нас смешная получилась, да? Можно кнопочку анду нажать и, нет, она не наружная, это внутренняя была. А наружная зенковка, сейчас мы вот так ее найдем, где она, вот она, наружная зенковочка. Значит, мы ее сделаем поменьше, что-то она сильно большая. Десятую дюйма сделаем. Опять же, извините, что это не метрическая система, но у меня настроена, вот она, зенковочка такая маленькая. Но, опять же, зенковки сделаны одним разом на обоих цилиндрах, поэтому они здесь смотрятся и вроде бы в масштабе, а здесь они смотрятся немного не так. Ну, так была изготовлена деталь. Опять же, я не показал, как именно рисуются эти детали, ничего страшного нет. Просто, допустим, идем, здесь можно еще что-то рядом нарисовать. Идем на фронтальную площадку, если мы на нее нажмем, значит, на ней будем рисовать, рисуем хотя бы здесь в стороне, рисуем какой-то, допустим, цилиндр, да? New Entity. Почему-то она мне не разрешает. Ну, это, наверное, в другой раз. В общем, вот такой ролик. Извините, если я немного, как сказать, первую блинкомом, но, конечно, качество первой части, наверное, очень плохое. Вот такие дела, вот такая программа, вот такая машина. Мне очень нравится, что на ней все так подвижно, все так мобильно и поддается всяким там изменениям. Что-нибудь дальше, допустим, по формам потом, тоже очень глубокая тема, интересная. Ну, спасибо, что посмотрели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok